Так, мы продолжаем наш сегодняшний славный день. Ну, с мозгой ничего не поделаешь, придется как-то мириться, да? Итак, у нас в гостях сегодня Андрей Асфасатору со своей новой книгой, с замечательным названием «Не кормите и не трогайте пеликанов». Приветствую вас, Андрей. Добрый день. Вот. Ну и первый вопрос такой, просто на понимание. Значит, у нас сегодня славный день, день славянских культур. Да. Ну, наверное, вы заметили, да? Я заметил, да. Это какое вы отношение имеете к славянскому культуре? Не знаю. Ну, какое-то, наверное, имею раз. Пригласили. Значит, какое-то судьбу? Ну, наверное, да. Вот. Но ваше попадание именно сюда, в библиотеку иностранной литературы, явно не случайно. Это судьба. Может быть, да. Хотя я редкий гость в вашей библиотеке, к моему глубокому сожалению. Это вызвано разными причинами. Но вот я последний раз, к сожалению, был в вашей библиотеке. Это было 30 лет назад, даже 32 года назад, в 87-м году. Я почему сюда приехал? Потому что, ну, не хватало литературы научной по моей специальности. Я тогда занимался английским романтизмом. И вот некоторые книги, они были исключительно здесь, а в публичке их не было. Здесь можно было их чуть-чуть побольше отксерить. Знаете, тогда был Немица. Уже можно было ксерить, да? Да. Ну вот, собственно говоря, в публичке, в Слатково-Щедринад, в Петербурге, в Ленинграде тогда, можно было отксерить всего 10 страниц. То есть, получалось 20, когда было разворот. Если большая книга, то 10. И нужно было занимать 8 утра, то есть, приходить за час. И где-то час стоять на улице. Если ты приходил в 8, то ты, скорее всего, успевал добежать первым, потому что там было еще лимит в 20 человек. Если ты пришел, то ты не успел. А здесь я пришел, тут было 50 страниц. И, в общем, можно было это сделать в любое время. Я заказал себе 50 страниц. Это получилось 100, как такая полноценная монография. Вот я три дня сюда ходил, ксерил, пока выполнялся заказ, я даже что-то успевал почитать. В общем, это было очень как-то цивилизованно, по-московски, по тем временам крайне либерально, что я отзывил. Так, слышать от питерского человека цивилизованно по-московски для меня, да, как такого заглядного московита, крайне неожиданно. Цивилизованно по-московски. Ну, нет, почему? Ну, москвичи как бы... Ну, есть как бы мифы вокруг Петербурга и Москвы. Давайте так, потому что погибаемся. Ну, смотрите, я действительно такой миф, что... Действительно, я обращал на это внимание, но это миф. Как всегда бывает, знаете, как бывает спор между разными городами, которые конкурируют там между... Или зонами. Там в Америке несколько таких зон, там, не знаю, Нью-Йорк и Калифорния, да, друг друга ненавидят. Калифорнийцы ходят всегда вот в белом, в таких светлых джинсах. Нью-Йоркцы ходят всегда в полородном таком, очень они интеллектуально одеты. Это такой некий жест против части калифорнийцев, и они соревнуются. То есть там есть Босток, да? Да, Массачусс, еще есть штат Орегон, есть и Эппл, Бортланд, вот тоже там свои... Древучие, Бризонщики, по концертам. Да, да, да. Ну, есть там всякие небольшие городки, и Аризона, и другие разные штаты, типа Агайя и так далее. Но Москва, как бы, она более подвижна, действительно. И вот здесь действительно создается какая-то ава, потому что Москва все время меняется, она все время воссоздается. То есть у вас как бы нормальная ситуация, что что-то в центре города разрушили, тут же что-то построили. У нас эта ситуация была бы, ну, катастрофичной и ненормальной. То есть у нас, если что-то возникает, оно возникает с огромным трудом. То есть невозможно ничего нового, особенно в центре, сделать и провести, но то, что создается, оно навсегда отпечатывается в памяти. То есть тут проходят выставки, одна проходит, ее забывают, тут же какая-то вторая, тут же третья, четвертая. У нас прошла одна выставка, ее помнят еще лет 30. Вот, здесь мы вышли прямо вот на срус. Как она там была, что говорили, кто в чем был одет. Вот эта ситуация, такая некоторая неподвижность из Санкт-Петербурга. Ну, Петербург, мне кажется, Москва, она более подвижная. Москвичи больше знают, они больше в культуре, они больше в зоне турбулы. Быстрее забывают. Быстрее забывают. Говорят, что петербуржцы более, что ли, углубленные, но факт остается фактом. Книжки читают в основном столицы нашей Родины. Это факт, это статистика по количеству реализованной продукции. К сожалению, для меня Петербург, Москва, опережает сеть существенно в Санкт-Петербурге. Потому что большая часть в свое время мне говорили и издатели петербургские, большую часть продукции реализуют в Москве. Москвичи больше успевают. То есть тут тем быстрее. Тут больше похоже на Нью-Йорк, в его подвижности, в движении. Но для меня здесь, конечно, такой некоторый хаос. Мне немножко тяжело выдержать Москву. Прямо хочется подвести такую черту. Дмитрий Швитковский, такой известный, историк архитектуры, реактор Марки, как-то сказал, знаешь, Москва – это город неосуществленных проектов. Он вот такой, до какого-то уровня, или новая волна, или что-то такое, и его как бы бросают. То есть Москва все равно делает что-то под себя, со своим непонятным таким вот характером. Переделывает всю свою историю. Возможно, да, Москва все время перейдет. Хотя вот если там пойти на Ленинские горы, посмотреть на смотровые площадки, у тебя ощущение плана какого-то возникает. То есть возникает, что это все не просто так. Мы когда-то больше... Даже Наполеоном, который смотрит. Ну, да, ну как турист я туда прихожу, там очень интересно всегда. Но тут план, конечно, ощущается. Какой-то такой круговой, идеи есть, конечно. Но изнутри, когда ты ходишь, то есть мы привыкли, что все-таки должна быть строгая параллельность, строгая перпендикулярность. Рульцы должны идти вверх, они не должны быть двухэтажными, как в Москве. И да, они не должны расходиться в разные стороны. То есть один дом будет следовать за другим. То есть это как бы такая логика, которая мне понятна. Это понимите такой кривоколенный переулок. Вот он во многом, как назвал этот почтенный человек, кривособачий переулок. Потому что собаки тоже бегают по этому кривому колену. Так, мы уже подошли к теме. У нас есть представитель издательства. И прежде чем начать разговор про вашу книгу, давайте послушаем, что это книга для издательства. Ну, какие-то слабоприветственные, дружеские. Потому что мне кажется, это очень важно услышать, почему сейчас издают книги. Здравствуйте. Благодарю вас, что вы присутствуете на презентации редакции Рены Шубиной. Новые книги. Давайте покажем обложку. Мы все очень ждали выхода этой книги. Наверняка вы читали, может быть, не все, но другие книги Андрея, которые тоже выходили в нашей редакции. Всегда книги Андрея, это... Есть немного биографический момент, элемент. Псевно-биографический. Псевно-биографический. Ну, да. Передаем филологу, да, он умеет играть в эти игры. Да. И в «Пеликанах» появляется уже герой, которого мы встречали в осени в карманах. Попросим, Андрея сейчас рассказать, как они эволюционируют, да, как они изменяются. Что у них нового появилось. И я хотела сказать, что я имела удовольствие прочитать эту книгу в рукописи, а потом наблюдала со стороны, как она готовилась, как готовилась иллюстрация. Специально отрисовывала художница, «Пеликана», а потом у нас в редакции висела отдельно, отдельно висел долгой эскиз. Все мы очень полюбили эту книгу. Расскажите нам про нее. Сейчас, подождите, у меня есть вопросы. Да, я прошу прощения раздельца. У нас жарко в столице, у нас, по-моему, прохладнее. А, так, сомнечательно. Вот прозвучало слово «рукопись». Ну, может, смотри-то сейчас книги «рукопись». На что похож был тот авторский вариант, из которого, ну, в смысле, материальный, да, вариант, из которого вышла книжка? Ну, просто очень интересно. Пусть писали, да, писал, скажи. Нет, «рукопись», конечно, это файл в формате «борд». Вот, между собой называемый «рукопись». А может, было интересное оформление этого файла? Вот, авторское было или что-то? Я, честно говоря, не было. Нет, я думал, что «Таймс», «Киберстердам». Все впечатление меня от оформления, от текста. Главное, главный текст. Это слово. Слово. Ну, она немножко изменилась, она немножко иначе выглядела. Там были куски, которые я убрал в романе. Там были такие монологи. Я их брал, мы подсократили немножко диалоги. А сюжет мы не сокращали. Пабула осталась, да? Ну, все, осталось в общем. Пабула уже не сократили. Чуть-чуть мы сократили. Действительно, один такой очень большой монолог моей героини, который в Станец Нашелестен был. Она рассказывает свою биографию. Мы ее убрали, загнали ее в подтекст. А, все-таки она осталась, да? Ну, да, она осталась в подтексте, да. Ну, вот мне несколько человек посоветовали ее убрать. Не только издательство, но и вот те люди, которые читали этот роман, они мне посоветовали сократить эту часть, и я ее подумал и ее сократил. Но мне не хотелось ее сокращать, откровенно говоря, потому что мне кажется, что это часть замысла, это всегда очень сложно сделать. Но я все-таки прислушался к мнению, поскольку она была практически едино, что, может быть, не стоит так разворачивать героиню, и я скратил, внес какие-то сокращения. То есть рукопись чуть-чуть сократилась, но в целом все осталось прежним, немножко. Ну, там, конечно, редакция вносила. У нас очень со мной внимательно работала наша редактор Вероника Дмитриева, она очень обстоятельно все читала. Сначала Лена Даниловна Шубина читала очень внимательно, у нее было какое-то количество замечаний. Потом Вероника Дмитриева очень скрупулезно читала, много было замечаний, с каким-то я соглашался, с каким-то в меньшей степени соглашался. Все равно это счастлив для автора. Ну да, 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 конечно, это очень важно. На самом деле некоторые авторы довольно ревниво относятся к тому, что их там, ну, их редактируют. Я наоборот. Я как раз очень внимательно всегда слушаю редакторов, издателей, ну, как бы советы. Это очень важно, чтобы на твой текст посмотрели другими глазами. Все-таки это три разных книги, на самом деле. Одно дело, что ты пишешь, это твой замысел. Другое дело, что получается, и уже совсем третье, это то, что воспринимает читатель. Да, это три как бы разные книги, на самом деле. И у меня как бы одно видение ситуации, но со стороны это выглядит, ну, немножко иначе. То есть вот этот мысль, я тоже когда-то был филологом, но есть у меня такой опыт, да, я понимаю, насколько трудно филологу, которого учат, да, обращаться с текстами, оценивать, разбирать, там, деконструировать, там, конструировать и так далее, отнести к своему собственному тексту. Да, это сложно, потому что у меня действительно складывается замысел, он как бы структурируется, я его там поддерживаю всякими, ну, не знаю, структурами, ну, у меня там, не знаю, сцена и имеют структурное подобие какое-то внутреннее, называется это изоморфизм, да, вот такая структурированность. Это вроде проразная, но фактически. Это ароматургическую машинерию, да? Да, то есть машинерия, она как бы работает, я ее вижу, я много работаю с текстом. Читателю это видеть не обязательно. Читатель, ну, может, это увидеть, если он филолог, может увидеть, даже если он не филолог. А лучше не видеть, как в кино, да, увидеть часть съемочной площадки. Ну, да, то есть вот, например, когда мы говорим, там, когда мы берем тексты Набокова, особенно, скажем, американские, то вот мы один раз читаем, но вот у нас одно впечатление. А потом начинаем видеть взаимосвязь. Мы начинаем видеть, что это такая вязь, которая имеет абсолютное единство, что вот те образы, которые возникали в одной главе, они появляются в другой, но уже немножко измененном виде, потом они как-то эволюционируют и так далее. Ну, вот стараемся всегда такое собирать текст, но читатель не всегда видит, и он не должен видеть, он должен просто читать хорошее произведение. Оно просто складывается из разных таких вот шагов, которые ты предпринимаешь. И что-то заставочное. То есть книжка читается, вот я ее вчера, ну, просто так получилось, что я только вчера получил книгу, да, и вот за вчера она первая была прочитана, ну, как в таком усиленном режиме, да, ну, от начала доказали. Жык! Спасибо. То есть все работает. Да. То есть, ну, я на старом... И остается после... Много непонятного интегратора, но остается после вкуса, оно очевидно. Мне кажется, что это вообще самое важное по жизни от любого продукта, художественного или материал, после вкуса. Да. Ну, вашу книжку читаешь с огромным удовольствием, потом ты ее откладываешь, и как-то она потихоньку уже из твоей головы через некоторое время исчезает. А бывает, у меня так было со многими книгами, вот ты читаешь, мучаешься, мучаешься. У меня так было с романом «Играть в бисер» в свое время. Вот я его читал, мучил, мучил, как-то... Мучительнейшая книга. Ну, нет, есть еще, я... У меня была еще более мучительная это Иосифово-Братья, вот это еще доктор Фаусту с Томасоманом, но вот эти книги как раз, они вот имеют то, что вы сказали, этот элемент послевкусив. Потом ты вдруг понимаешь, что ты прочитал шедер. Да, потом вдруг она начинает работать. Да, и ты начинаешь к ней уже обращаться как-то осознанно, сознательно, начинаешь там перелистывать страницы, перечитывать что-то, что ты запомнил. Это очень важно, послевкусие, это принципиальный такой момент. Давайте про гликанов. Вот я просто приведу цитату из вашего же интервью. Мир абсурден, странен, эррационален, анекдотичен. Как существует у населения? Все мы немного гликаны, красивые в полете наших фантазий и смешанные на Земле. Вы знаете, просто для меня, ну вот как бы, да, ну, я, понятно, не орнитолог, но птица значит очень много по жизни. Тем более символ пеликана, да, вот, ну, скажем так, в мировом объеме, это очень древний символ, для христианства он был усвоен тоже довольно рано, да, и там как бы основная символическая функция пеликан-птица, который питает птенцов своим телом. Да, то есть христианского отречения, как бы, идея. Да, и, да, вот, как бы, ну, там, кино, не важно, да, как бы, уничтожение плоти, а однажды плоти чужих. Здесь совершенно другая история, пеликана. Ну, не совсем, то есть, конечно, там есть, я, я, конечно, понимал, что я беру некий образ, но, во-первых, это расхожий такой брендовый образ, есть, существует дизайнер, да, он трогательный, он очень смешной, я не так часто видел в своей жизни пеликанов, потому что, где-то был он в южных краях, вот, я в первый раз вообще их увидел, наверное, мне было 29 лет, в Калифорнии, в, ну, случайно, как-то меня так занесла судьба, в бикстюре, я увидел, они грелись на солнце, потом как-то встали, так очень нелепо пошли, а потом так красиво очень полетели, на меня это произвело очень сильное впечатление, но это такой старый литературный мотив, собственно, большая морская птица, это вот Эльбатрос Бадляр, да, это вот какой-то двоемиле, то есть Эльбатрос, он прекрасен, замечательный летун, да, он очень хорошо летает, Эльбатрос, с одной стороны, знак какой-то непрозрачности, непостижимости мира, с другой стороны, Эльбатрос, это вот фантазия, это полет свобода, а вот на земле… – Питерийских, да, иного? – Да, вот на земле он очень смешной, и ему это ставит виной эти матросы, они издеваются над ним, потому что он смешной, да, то есть писатель, он действительно во многом действительно смешной, ну, как бы интеллектуальный человек, или писатель, или любой человек, который занимается и наукой, и чем-то очень серьезным, он для набывателя выглядит смешным, это правда. В свое время Ольга Славникова, она сегодня, кстати, будет выступать, она у меня как-то… мы были вместе в Финляндии, и вот она тогда дописывала один из ее романов, она для меня важная фигура, и она сказала, что для простого человека, для условно говоря, бездарного, талант – это загадка. Ну да, но с другой стороны и для таланта очень сильного бездарность тоже страшная загадка, она очень привлекает это на самом деле, то есть она, она, то есть я вообще против, как бы, такого термина, как бездарность, я считаю, что все люди… – Да, они очень боятся. – Я считаю, что все люди гениальны, у меня такая старая мысль еще со времен моего увлечения анархизмом, я глубоко углублен, что у каждого человека есть абсолютный такой светильник, незадухаемый, и вопрос просто в том, чтобы его найти, открыть и так далее. Вот, хотя это сложный вопрос, и… – А у вас есть вопросы бездарности, а вот по-вашему… – Ну, я не считаю, что… – Что это такое? Это может быть? – Это… – Нет, бездарность – это, знаете что, это для меня некоторый элемент… Бездарность – это приобретенное качество, оно не является для меня врожденным. То есть, это вот упрямство, это вот, когда люди читают те книги, которые им не нравятся, а не те, которые их меняют. То есть, принципиально все-таки человек и его собственное «я», оно возникает в состоянии изменения, перетекания, перехода. Нам это, ну, начиная там с Киорг Егора, Ницше, это все очень ясно объяснили, и Персоны, Шпендлер. То есть, «я» обретается в состоянии перетекания, перехода, изменения и так далее. Но вот книги, которые ты все время перечитываешь, или там «Жвачка», то есть, вот Ницше не любил… Как он говорит? «Жвачку», да? То есть, у него почему-то он не любил такое животное, как корову, хотя ничего плохого в животном я не вижу, но корова, она все время живет одно и то же, да? Она неподвижна, она стоит на месте, она все время живет, 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 пережевывает. Вот, а Ницше как раз любил другое, да? Вот он говорил, что что любить в человеке? То, что он переход или гибель, да? Вот когда там начинается сцена Заратустра, знаменитая сцена с канатным пульсуном, вот, и Заратустра приходит и говорит, истинно говорю вам, человек – это канат, натянутый из одной точки в другой, опасно быть в пути, но надо быть в пути, и истинно говорю вам, должен любить в человеке только переход или гибель, то есть это мост или канал. То есть это важный момент, мне кажется, и вот мне всегда было интересно брать книги или читать книги, которые для меня чуждые, которые мне на первый взгляд не интересны. То есть если я сижу, я смотрю какое-то кино, я его не понимаю, я так это не оставляю, то есть я начинаю его пересматривать, я начинаю там серьезно думать, там с некоторыми романами на боку у меня возникала такая ситуация, там с романом Пнин, вот я прочитал, но как-то я немножко удивился, потом стал читать, потом я увидел всю эту перекличку, всю эту вязь, всю эту эхо образов, и я понял, что я совершенно правильно сделал, что мне отложил этот роман, стал его читать. То есть мне кажется, бездарность – это человек, который, ну, действительно, в основном любит жвачку, то есть нужно, конечно, себя менять. Конечно, все время находиться в этом состоянии не тяжело и беспокойно, в состоянии такого революционного сдвига, но, конечно, нужно стараться слушать ту музыку, которая тебе непонятно, не ясна, сложна и так далее. Я всегда так старался, я всегда старался, там, не знаю, вот в молодости я старался заниматься, там, Джойсом, вот памятник, которого замечательно здесь стоит, Эллиотом. Что-то, что-то непонятно. Эллиотом Гениевой, да, переводчику, здесь много про Джойса. Да, Гениевой, тем более вот это место, оно очень важное, потому что Екатерина Гениева была одним из первых вообще в СССР людей, которая вообще, как бы, она издавала Джойсову издательство «Прогресс», если помните, в 83-м году на английском выходил. В 84-м выходила тоже «Вирджиния Волф», уже на русском языке, и Гениева, собственно говоря, способствовала первой публикации Джойса Улиса, вернее, в иностранной литературе, да, в 89-м году она написала комментарии, и она написала впервые в России десертацию, по-моему, она кандидатская была. Она кандидатская? Это сказано, когда, когдауратман上 Shoep chairman тогда People are 1989? Когдаirellечный десертский десерт создал ф муджал, Вville was 1989 – это формуется нападка кандидатской everyone. Она действительно не научилась 17 муджалов, through 20 years old в России, а некоторые десертные и десертные — 62.4 —Hostia nazi — Ну, я видел ее в своей жизни два раза. Один раз я был студентом, когда я приезжал в Москву, и она мне вручила несколько книг, чтобы я передал мне некими дьяконами. Ну, у нее были уже покойные, но второй раз я был тоже, когда к нам приезжал Шимустинин, мобильский лауреат ирландский, вот она была на встрече, и у нее был чудесный, по-моему, английский. Да, вот. Но такой красивый очень, действительно красивый, потому что мы стали уже к тому моменту ездить, мы стали разговаривать на каком-то вульгарном языке, а Генеева говорила вот таким рафинированным, тонким, интересным языком, поправляя нашу переводчицу, которая впуталась в названиях, в именах, там во всем это было очень... Причем так деликатно делал, запомнил, вот. Ну, вот так как-то, да. Вот, и это все про это место. Книжки, да? А вот, Андрей, да, про книжку. Всегда вот интересно, из чего и как получаются книги. Вот она легко у вас получилась? Ну, вот вы, простите, да, у меня уже кино, да, вы в Калифорнии, вы видите этих пеликанов. Вот книжка оттуда прошла, когда вы их там увидели первый раз? Нет, нет, нет. Скорее, нет. Наверное, книжка, нет, она мне нелегко далась, я писал 4 года. Ну, 3,5 есть такое честное признание, даже, 3,5, наверное. Есть ее географический маршрут, да, в конце. Сейчас мы... Да, Санкт-Петербург, Комарова, Полярма, 15-й восемь. Да, я дописывал в Италию эту книгу, потому что, ну, к сожалению, вы знаете, у нас не так много писателей, могут жить литературным трудом, вот, и их можно перечислить по пальцам. Ну, я преподаю на филологическом факультете, на факультете свободных искусств, сейчас у меня кафедра, сейчас еще добавится, вот, музей Набокова, где тоже нужно будет что-то делать. Много работы, там предстоит административный, в том числе. То есть, все-таки мы пишем это урывками. Ну, как-то, вот, я летом это писал, потом я все-таки это писал... Летом на Комарова, да? Да, я, у меня, ну, не только, да, я, ну, у меня там дача, она работает круглый год, кроме, там, может, января, поэтому я там все время присутствовал. Но второй момент там был тоже такой важный для меня, то есть, когда я очень понял, что у меня все собирается. У меня родился второй сын, и нужно было следить за первым, но я не мог уйти из романа. То есть, когда ты пишешь, ты не можешь уйти, если ты это отбросишь, ты войдешь туда через, там, месяц, то это будет уже немножко не ты, это будет что-то другое. То есть, ты не сможешь вот эту линию правдоподобия, потому что мы создаем ситуацию правдоподобия, все-таки вести. В науку можно, можно выйти, через месяц войти, она механическая, она аналитическая, здесь все-таки такая синтетическая большая работа. Простите, в науке появляется вот какое-то подобие вот романного вхождения. Ну, есть такое, да. Вот тогда, нет, ну, это какие-то минуты просто, вот, я не знаю, или там, неделя озарения. Ну, тут тоже. А в чем это механик? Ну, разная наука тоже бывает, то есть, конечно, и техническая наука, естественно, она одна, она более такая, действительно, похожа на науку. Та наука, которую я представляю, больше, скорее, похожа на знания, я бы ее, скорее, знанием назвал, поскольку не настолько точные методы филологии, вот. Хотя тоже, она тоже имеет, это филология, это система некая наука, а не наука, но туда все-таки войти проще, сделав перерыв, а в текст немножко тяжелее. Я не знаю, может, по-разному это все происходит у разных людей. Вот, но... Ваш второй отпрыск появился, как-то здесь написали. Да, и я, к сожалению, уже вынужден был, поскольку я не выходил за роман, но я вынужден был писать уже, как вот, когда я могу. То есть, вот, просто ночью, ночь у меня есть, и как жизнь ночью не работала, потому что я страшно где-нибудь с 9 часов начинаю рубиться. Вот, а тут я просто сидел, и вдруг я понял, что ночь, оказывается, она бессознательная пробуждает, что ты иногда начинаешь лучше ночью писать. Никитского не делал, вот, я сидел там и ночами, в том числе, и дописывал, а потом довольно долго, еще полгода редактировал. Я вообще, наверное, принадлежу к немногим писателям, я пишу от руки. Вот вопрос мой про рукопись, было, видимо, не случайно, я так это почувствовал. Я пишу на бумажках, у меня такие лежат бумажки, я разрываю вот этот А4 на... Много-много, у меня лежит такая груда разорванных страниц, я и там на них пишу, и вот, собственно говоря, это является рукописью. Но вот, я не знаю, кто из моих коллег делал, Лена Чижова здесь, да, я не знаю, наверное, Лена пишет уже на компьютере. Лена Андрея, черновики руками. Черновики руками, все-таки, да? То есть, мы с вами... Это что вы говорите? А, набрасывайте вы руками, да? Все-таки в компьютер. Ну вот, я знаю, что Роман Сенчин, он очень аккуратно, знаете, у него тетрадочки такие. И у нас Евгений Водолазкин, он всех писателей просит сдавать эти рукописи в Пушкинский дом. Вот, если они у вас есть. И вот Сенчин, поскольку у Сенчина нет, ну так сложилось, может это вот действительно по-честному. Писатель не должен иметь дома в России. У Сенчина вот его нету, да, это вот очень сильный, на самом деле, российский писатель. То есть он живет в разных местах, в разных городах, вот. И у него огромный такой был чемодан этих рукописей, и вот он торжественно это вручил Водолазкину. И Водолазкин это... Женя утащил в Пушдом. Ну вообще мои коллеги вот из Садулаев и Елизаров, они пишут на машинке. То есть, видимо... На машинке? Да, исчезает наука, которая называется... Не, не на машинке, на компьютере. Текстовую. А, я-то обрадовался, потому что думал, что тема... Даже Прус писал на машинке, вообще-то. На машинке, там вообще где-то есть механика. Я вот имею в виду вот эту еще тактильность вот близкую к... Ну даже не механическую, а вот к ручной. Да. Тот же наш друг Ницше, упомянутый сегодня, неоднократно. Он просто говорил об этих инструментах, которые влияют на, ну, скажем, образ завершенного продукта. Ну вот Черниговская утверждает, что мелкая моторика, она активизирует определенные зоны мозга. Может быть, поэтому мы с Еленой вот пишем наброски, основные делаем руками. Но, с другой стороны, вот этот... Меня поражает, как молодежь, вот мои студенты, быстро двумя руками могут с коммуникаторами переписываться. Такими длинными накладными ногтями. Невероятно, что для меня это вот... Я как медведь в этой лавке, тыкаюсь, промахиваюсь, матерюсь, не попадаю. А тут раз-раз-раз и целый текст готов, да? Ой, а как матерятся филологи? Это вообще особое дело. Ну, умеем, да. Но у меня этот роман хоть 18+, но там ничего нет. Вот, если вернуться к «Пеликанам», то вообще этот роман, ну, он разный такой. В жанровом отношении у него там одна история, но он философский. Вот, все-таки я написал, я постарался написать впервые, может быть, уже не такой фрагментальный текст. Тот мой текст был предыдущим в общем фрагментальным, состоялся четырех частей, но это были все-таки четыре разные части, четыре сезона. Я это заметил, что у меня все прошло, как бы, вот, прям вот... А вот это все-таки я постарался написать, пусть даже с некоторым таким модернистским специфическим нарративом, но я написал, в общем, единственный роман. Это как бы не выбирает, да? Он очень органично для такой вот манеры рассказа. Да, да. Я постарался все-таки сделать единую такую линию. Ну, и этот роман отчасти философский, хоть там и смешные эпизоды, но почему бы и не пошутить философскому роману, не все же и не напрягаться. Вот это такой религиозный экзистенциализм, немножко с элементами вот элитеранства, да? Я вот, как бывший членор Иринской гори, я это чувствую, у меня юхная. Ну, конечно, там да. Там очень много... Особенно вот предопределение, предостанация, я имею в таком уже, там есть много именно такой протестантской, ветеранской жесткости. Скорее даже, может быть, кальвинисты в этом смысле. Ну, я имею... Конечно, да, если предостанация, то у нас уже... Да, кальвинист. Ну, по самому вопросу, лютерская, она тоже, конечно, жесткая. Да, это важно. Лютер ведь ответил разуму, вот знаменитый его текст, совершенно изумительный, о рабстве воли, который у нас в даже советское время цитировали. Но лютер все-таки так не развил дефористинансы, как это сделал кальвинисту. Да, он все-таки остановился. Потому что это августиновский посыл, да? Конечно, августиновский. А с Августиновым, главное, вовремя остановиться. Он сам в какой-то момент остановился, а лютер, кальвин, пошли дальше. Да, да, да. Да, и вот эта мысль... И у вас августин-то упомянутый. Да, да, конечно. Он есть, он есть маячок. Конечно, конечно, конечно. У меня несколько таких вот мыслителей, которые, ну, определяли мою духовную жизнь. Это действительно вот кальвин в каком-то смысле. Я очень внимательно читал его наставления. Мне один мой знакомый католик сказал, что вот, ты знаешь, у нас тут в библиотеке есть. Мы либо сжечь собираемся очередной раз, либо выкинуть. Вот, а они так шикарно выглядели, такие были красивые, такие большие, теперь дома... Она красная, да, вот такая большая? Да, 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 три тонны, да, такие золотые. Пусть, католик-католику могу уставить, пусть объедет спецхран такой. И там будет, в этом спецхране, как здесь ходили легенды, что в иностранке есть спецхран, и там лежит архипелагон, в сейфе. Я слышал про такое, да, что архипелагон не было такого. Это еще один прекрасный мир. Привер, привет, да. Вот. Так, значит, все это есть в книге. Мы, собственно... А мой вот как раз вот пришел замечательный человек, писатель Юрий Чапаянков, и как раз вот он бы мог к нам присоединиться на предмет отношения к науке. Потому что пока тебя не было, у нас тут возникла такая... Я как раз говорил о том, что очень сложно выйти... Ну вот когда пишешь что-то, ты выходишь из этого на два месяца, очень сложно вернуться. А в науке это, в принципе, возможно сделать, при том, что ты как бы представитель и одновременно естественного научного знания, то есть настоящего научного знания, гуманитарного знания, одновременно писатель. Но, кстати, интересно было бы вот это твое мнение здесь услышать. Можно ли выйти? Вот ты можешь так выйти? Или где тебе легко уйти, а где нет? Это хороший вопрос. Представьтесь, нам нужно для записи. Да, Юрий Нечпаренко, я директор фестиваля детской книги, я сюда пришел как раз через пять минут, тоже у меня встреча, про фестиваль буду рассказывать в детском зале, минус не просим. А вот про науку это очень интересный вопрос. Я думал так, ну, дело в том, что я как бы действующий доктор физмат-наук и работаю в Российской академии наук в Институте молекулярной биологии, одновременно детский писатель. И вот одно время было непросто как-то перестраиваться, такое впечатление, что у тебя два сравнения, Андрей, такое, как будто у тебя два чана, как бы костер под одним горит, значит, и там варенца варивая литературная, и под другим, значит, и ты бегаешь от одного к другому, подбрасываешь полень и следишь за тем, чтобы, так сказать, оно не затихало. И это первое время мне было непросто, и это требовало каких-то сосредоточенностей, нескольких там недель, а потом как-то стало просто. Я просто отдыхаю, как это говорится, отдых, перемена занятий. Вот сегодня с утра мне надо было срочно править тезисы по биофизике на конференцию, я, значит, с радостью это сделал. И я вдруг обнаружил, что я резко поумнел, потому что, так как я наукой не занимался, в отпуске был две недели, то все глупости, которые я там написал месяц назад, они легко видны, понимаешь? Так что, я думаю, вот тут вот есть этапы такого пути, понимаешь? С одной стороны... Но выходить можно откуда проще, возвращаться куда легче, в науку или все-таки в художественный текст? Ну нет, художественный текст – это очень сложная история, я только по вдохновению туда могу войти, вот, а в науку в любой момент, как бы, никаких проблем. Вот, так что разница, как кажется, довольно развительная. Да, просто к тому, я помню, да, есть такая штука методом называется. Метод по-гречески – это именно построение пути, это вот как бы шествие в пути. Поэтому можно войти и выйти, а вот в художестве, да, и там есть вот этот путь. Ну, да, просто в науке много инструментарий дает, и ты уже профессионализм, как бы, у тебя какой-то есть, а художественная литература, это все-таки сродни такому исполнительному мастерству высокому, которое так просто не заиграешь, то есть тебе надо разминаться, как-то вот войти в это состояние. Я в науку, пожалуйста. И... Вот вспомните, какие там гензели и грятели, да, мальчики с пальчики, разбрасывание камушков, там, разматывание, чтобы войти и выйти. Ну, да, наверное, нужны специальные методы, чтобы так погрузиться в художественный мир, и недаром наши великие люди, ну, вот Пушкин, которым я занимался, он же мог сосредоточиться и творить, по большому счету, в Болдином, Михайловском, а иначе все рассеянность. И статьи-то он писал, статейки, статейки спокойно писал, в любое время, да, в Петербурге, а вот, чтобы работать над большим произведением было нелегко. Ну, спасибо большое, извините, что я доставлю, побегу на свое мероприятие, да, если время будет, заходи, там, где сказали, а? Спасибо. Понимаете, да, мы уже, в общем-то, как-то подошли к финалу, по времени. Ага, ну, я два слова. Вот очень важно, да, вот, да, судебное заседание, ваше, там, последнее слово. Ну, я бы сказал так, что, да, вот, в романе этот момент очень важный, религиозного геосинциализма, момент отречения. Ну, геосинциализм тут, в общем, в том, что, конечно, мир достаточно равнодушен к человеку, и вообще люди все время пытаются друг друга форматировать, и мы это наблюдаем по, ну, современному культурному, интеллектуальному, политическому дискуссии. Мы видим, как мы делимся на разные партии, мы пытаемся друг другу навязать какое-то мнение, мы слышим постоянные вот эти шоу, где люди с пеной рта как-то пытаются друг на друга докричаться или не пытаются, в общем, неважно. Но вот это, скорее, у меня другой несколько взгляд такого, ну, смирения. Ну, вот, то есть все-таки возможность понять другого – это возможность выйти за пределы себя, то есть это возможность любить, возможность фантазировать и воображать, и, с другой стороны, вот разум, который действительно выстраивает, ну, непреодолимые границы или очень сильное чувство, между собой другим, очень сильное чувство к другому человеку, оно тоже не всегда приближает тебя к этому человеку. Он, напротив, очень даже, как правило, бывает там удаляет. Чем больше субъективного опыта, тем человек, в общем-то, дальше от тебя и непонятнее тебе. Поэтому «Пеликан» тут – знак такой некоторой энигматичности. У меня, конечно, герои не слышат друг друга, очень часто не воспринимают друг друга, не чувствуют ландшафт. Но иногда, вот, какие-то мгновения, в момент какого-то отречения, и герои, и другие персонажи, вот, испытывают это, в общем-то, состояние. А сам роман в жанровом отношении, он построен как? Это такая любовная история с некоторым детективным сюжетом в самом начале, в довольно смущном. Русский детективный сюжет. Русский детективный сюжет. И потом была целая вереница кампусных сочинений Лоджа. Какая-то Борис Виктором Пламене. Да, еще такая игра, это мета-роман. Ну и вот Дэвид Лодж, Тибер Фишер, выписали такой кампусный роман в каком-то смысле. Ну и вот этот кампусный роман, он тоже несет в себе, как бы он так встроен в любовный роман. В нем продолжаются любовные линии, но начинаются с кампусный. И завершение тоже такое симметричное, тоже любовное. Ну и я описываю городские ландшафты. Мне вот это интересно. Я описываю Лондон. Мне интересно, как... Я описываю определенный район в Лондоне, если быть точным. Район Хэмстад, Хэмстад, да. Где я жил, вот некоторое время мне было. Я про него очень много читал. Это район литературный. Там жил Джон Кеймс. Там это есть, там даже, да, герои начинают рассказывать, что там было раньше. Да, там с маргией, да, там жила цитаты всякие. Они опять не слышат друг друга. Нет, не очень слышат. Героиня занята другим. У него в голове другое. У него в голове секс, деньги и бандиты. У героя что-то совсем другое в голове. Ну, да, и Хэмстад, и Петербург я, конечно, описываю. Как-то я не разобрался с этим городом. Но, конечно, когда ты пишешь городскую ландшафт, то ты, естественно, опираешься на тех авторов, которые писали, описывали до тебя его. В этом смысле у меня, к моему глубочайшему сожалению, было слишком много предшественников высокого качества. И Петербург в этом смысле, как вы знаете, опасен. Его опасно описывать, потому что его и Александр Сергеевич, и Гоголь хорошо описывал, и Андрей Белый, и Мандельштама, и Ахматова, и все. В общем, Лондон еще хуже в этом смысле, да, потому что его же кто-то только не описывал, да, начиная, там, не знаю, с Диккенса и так далее. Киреева, это все его описывали. Вы же Гоголь хорошо описывали. Ну, конечно, у меня есть вот это, я попытаюсь эту омтику воссоздать их тоже. То есть у меня лоптика. Цитаты обязательно присутствуют, конечно. Цитаты, которые складываются как-то с Сынысовым, вот, это не так оплотнено там, как у модернистов. Вот, Джойс стоит, все-таки радикально все уплотнее. Я все-таки не так, это у меня заплотненный текст, но, тем не менее, там все равно цитаты и омтик присутствует. Классика. Ну, я иногда с ними спорю, но и это можно узнавать, а может не узнавать, но все равно, в общем-то. Все интерьеры описывают, мне надо показать империю, но я вот, да, там, нашел эту Андрея Белого, да. В общем, да, видно это, не видно. Ну, не видно, скорее всего. Кому надо, тому видно, да. Если не держать в голове, там, роман «Петербург», то не видно, а если не держать, то, да, видно, да. Вот. Ну, как-то так. Но главное, что это все равно литература, да? И она уже как бы работает сама по себе. Да, я все-таки постарался уйти от такого антилитературности своих первых книг и постарался все-таки, ну, какой-то философии, да, которая у меня наметилась в предыдущей книге, но она тоже фургментарная. Но вот здесь я все-таки постарался написать такой же европейский роман, ну, сделать все, что смог, да, на каком-то этапе. Отлично, вышли в финал. Европейский роман в русской литературе. Ну, вот, нет, у нас в многих... Нет, понятно. Но то, что вы, как автор, назвали его европейским романом, вот, мне кажется, нет ли такое достижение наше сегодняшнее месяце? Ну, у нас есть и автор Дина Чижова, который здесь присутствует, да, даже, конечно, в испорных европейских романах, и Евгений Водолазком пишет европейские романы. В каком смысле... Ну, с ним можно... Нет, с ним вам обязательно посходит на эту тему. Придем вполне европейский такой роман. Конечно, абсолютно. Да, да, конечно. Вот, ну, другое дело, вопрос... Это не вопрос качества, это вопрос состояния... Я по поводу европейского романа сразу себе представляю, да, перевод некого эталонного европейского романа, хороший перевод на русский язык. А что такое, собственно, русский европейский роман? Вот это вот, наверное, такой вопрос для нашей... Ну, это сложный вопрос, потому что... Мы его оставляем тогда на будущее для разумения. У нас сегодня положено много очень усилий, много красок, эмоций, смыслов. А чтобы все это понять, читайте книгу. Спасибо. Это, наверное, самое важное. Книга хороша. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. Спасибо.